Ржевский Кирилл представляет Здравствуйте мои ребята, с вами снова Кирилл Ржевский. Ну что же, прошла ровно неделя и настало время для очередного видео урока. В прошлом видео уроке я рассказывал вам о том, как определить пойдет ли у вас 64-разрядная операционная система. В этом же видео уроке я расскажу вам о том, как перейти непосредственно с 32-битной операционной системы на Windows 7, на 64-разрядную операционную Windows 7. На примере Windows 7 by Romeo 1994, сборка 2009 года, которая стоит сейчас у меня. Windows очень хорошая, никаких претензий у меня к этой Windows нету, никаких пререканий. Собственно, сегодня я вам расскажу, как установить систему перейти, то есть полностью на 64-разрядную операционную систему. Это буквально где-то займет минуточек так 35-40 этот весь переход у вас, когда вы будете переходить. В принципе, я думаю, ради этого можно и подождать. Так что все нормально. Пока Windows загрузит файлы нужные, там все, всю систему. И давайте уже, собственно говоря, сегодня рассмотрим, как же это сделать. Я покажу вам все это на примере картинок, потому что если я сейчас буду загружать сам, то у меня у самого она переустановится. А мне это зачем, когда у меня уже стоит 64-разрядная операционная система. Все время путаюсь в этом слове. Так, ну давайте, наверное, уже начнем. Значит, ссылка на нее, на систему, будет у меня в описании под видео. Просто вот она, ссылка Windows 7 by Romeo. Просто вот так переходите. Вот она, эта ссылка. Заходите в браузер. Ну, я в описании ее оставлю, вы просто перейдете. Вот. Собственно говоря, вот так у вас будет выглядеть этот сайт. Я хотел залить на Яндекс.Диск, ну, так как размер файла превышен для Яндекс.Диска, поэтому у меня залить не получилось. Я оставил ссылку на сайт, с которого я 3 месяца назад скачивал данную программу. Данную программу. Так. Что у нас есть? Установлены все важные обновления по февраль 2015 года. Отключен контроль учетных записей. На рабочем столе присутствует папка с активатором Windows Loader 2.2 by DAS. Я, собственно говоря, ее удалил, когда архивировал Windows. Но для вас я, наверное, скорее всего, в следующем видеоуроке уже покажу, как уже активировать саму Windows 7 после ее установки. Потому что тогда у вас будет написано вот здесь в правом углу экрана, типа, по поводу архивации, будет черный экран. То есть, ну, все будет работать. Только вместо заставки там львенок, котенок, собачка будет у вас просто тупо черный экран. Даже если вы переставите обратно на вашу картинку рабочего стола, то у вас потом через день она все равно поменяется. Так что я вам покажу в следующем видеоуроке, как уже непосредственно ее активировать. Ну, в этом же покажу уже, как перейти. Так, извиняюсь, что тяну ваше время. Я постараюсь, она мне удалилась, эта папка, но я постараюсь отдельно ее скачать и найти, чтобы вам показать уже на примере. Значит, в этом видеоуроке показываю вам, как установить, перейти. То есть, в следующем же покажу, что уже нужно сделать непосредственно, чтобы пользоваться самой системой без лагов, багов и прочей фигни. Так, ну что же, давайте уже закроем это окно. Сейчас немножко опущу, вы меня извиняйте. Собственно, вы скачаете эту программу через торрент. Как скачивать через торрент? У меня об этом видеоурок есть. Просто на канале заходите в мои плейлисты, на моем канале заходите в плейлисты с канала. Там находите видеоурок о том, как скачивать игры, видео, музыку. Там все будет описано про то, как скачивать игры, видео, музыку и программу, разумеется, через торрент. И там вы все это посмотрите, те, кто не знает. Потом вам нужно будет через программу Damon Tools Lite, вот эта программа, извлечь сам образ. Сейчас я хотел сделать об этом отдельный видеоурок, но подумал, что это все займет очень много времени, поэтому так наглядно вам покажу. Тут, в принципе, все легко, вам тут ничего не нужно. Просто сейчас я вам покажу ссылку для начала. Я залил на Яндекс.Диск, вот она ссылка. Просто копируем отсюда. Вот, ссылка тоже будет в описании под видео внизу. Вы заходите на Яндекс.Диск, это мой Яндекс.Диск, и нажимаете просто кнопочку скачать Damon Tools. У кого нету, и кто не знает, как, сейчас буду объяснять, как с Damon Tools все это дело, собственно говоря, делать. Когда вы скачали Damon Tools, просто запускайте, там, следуйте инструкциям установки, там все легко. И вот у вас появляется такое окошечко. Тут мы ничего не трогаем, просто нажимаем вот на этот плюсик. Кстати, в этом видеоуроке я, наконец-таки, включил курсор мыши, что забывал делать в прошлых видеоуроках, так что за это меня извиняйте. Просто нажимаем на плюсик и добавляем в тот файл, который добавляем, собственно говоря, в Windows 7. Так, у меня это компьютер, диск F, Windows 7. Так, все, у вас добавилось. Потом просто нажимаете, просто кликайте два раза мышкой, у вас идет монтирование, и все. У вас появилось, выполнится Tab X, нажимаете выполнится Tab X. И сейчас на примере картинок я уже вам непосредственно покажу, как уже установить саму Windows 7. Ну что же, начнем. То есть, когда вы запустите Windows 7, у вас появится такая вот картиночка, установить Windows 7. Вы нажимаете установить, то есть, все, следуйте установкам. Как я уже говорил, сборка 2009 года, нажимаете просто установить. Дальше. Вы ничего не бойтесь, у вас ничего не слетит, не переживайте, все проверено, все проверено. Все проверено, в общем. Так, потом программа установки копирует временные файлы. Тут ничего не пугайтесь, так все должно быть. Дальше идет начало установки, это займет некоторое время. И потом, получение важных обновлений для установки. Здесь вы выбираете не загружать последнее обновление. Не загружать. Выбирайте вторую, вторую вкладку, вот эту вот. Хочу помочь в совершенствовании установки Windows, это выбирать не надо. Это, не надо, в общем, это выбирать. Просто нажимаете вторую вкладку, не загружать последнее обновление. Потому что, если вы будете загружать все вот эти обновления, которые тут перечисляются, то у вас компьютер вообще будет так тупить. Это просто получится полный маразм. Дальше. Тут у вас не будет две вкладки, у вас будет всего лишь одна вкладка Windows 7x64 от Romeo. Вы просто нажимаете далее, и все. У вас одна вкладка будет, в общем. Не две, как здесь, а одна. Просто нажимаете далее. Дальше. Я принимаю условия лицензионного соглашения. То есть, вот. Нажимаете. И нажимаете потом далее. После. Обновление, либо же полная установка. Я бы вам не советовал просто так переходить, потому что... Лучше уж давайте по полностью перейдете. В принципе, ничего не будет. Главное, на флешку все важные ваши документы, установщики, игр, программ. Просто на флешку перекиньте, чтобы там гигабайт хотя бы 8 было. И тогда устанавливаете данную систему. Нажимаете во вторую вкладку, которая называется полная установка. Далее. Раздел, в который будет установлена система. Разумеется, лучше всего загружать на диск C. Но если у вас там не хватает места, и вы никак не можете очистить, то нажимаете в тот диск, в котором у вас хотя бы более 10 гигабайт свободно. Нажимайте на тот диск. Это может быть любой. Диск D, диск C. Но в тот, в общем, скажу вам прямо. Загружайте систему в тот диск, в котором у вас больше, более 10 гигабайт. Потом нажимайте далее. Выбранный раздел может содержать файлы предыдущей установки Windows. Если это так, то эти файлы и папки будут перемещены в папку под именем Windows Old. Вы сможете получить доступ к информации в папке Windows Old, но не сможете использовать предыдущую версию Windows. Собственно говоря, папки, которые у вас были на Windows 32-битной системе, будут перемещены в папку C Windows Old. Просто зайдете туда и посмотрите, что у вас были там за папки. Ну и нажимайте ОК. Это просто предупреждение. Нажимайте ОК. Далее у вас начинается, собственно говоря, сама установка Windows, которая, как я уже и говорил, занимает минут 35-40. Ну, в зависимости уже от вашего компьютера тоже. Так что, ребята, не волнуйтесь, все у вас будет хорошо. Я тоже волновался, но оказалось все легко и просто. Копирование файлов, распаковка файлов Windows. В общем, вы это все ждете, ничего не трогайте. Вот, вы сбор информации. Нажимайте далее. Далее, после чего у вас компьютер, ну, когда у вас все вот это вот установится, у вас компьютер будет несколько раз перезагружен. Это ничего страшного, это так должно и быть. Когда у вас компьютер несколько раз перезагрузился, у вас будет уже установка компонентов, установка обновлений и завершение установки. Все, у вас, считайте, уже установлена система. И потом у вас появляется такое вот окошко. Это имя, имя компьютера. Вы можете как угодно назвать имя, хоть Андрей, хоть Кирилл, Димон, Пашок, Витек, как угодно. Ну, желательно называть свой компьютер под ваше имя. Как вас зовут, так и называйте. Имя компьютера, ну, ПК. ПК есть ПК, имя компьютера, так и называется. ПК, профессиональный компьютер. Нажимайте далее. Пароль это по желанию. Хотите, вводите пароль. Если вы от кого-то хотите защитить, защитить, чтобы кто-то не пользовался, вы можете придумать свой пароль, который будете знать только вы. Если вы не хотите, если вы один пользуетесь этим компьютером, тогда не обязательно его придумывать. Но подсказку это тоже уже совсем не обязательно. Нажимайте далее. Ключ продукта. Вот здесь ничего не вводите, потому что тут все лицензия, нужно платить. Тут ничего не вводите, просто нажимайте пропускать. Как уже было написано в описании на сайте, будет архиватор. Активатор Windows 7. Бесплатный. Потому что, чтобы все это так активировать, нужно платить. А я вам в следующем видеоуроке покажу, как это сделать, не платя, с помощью активатора Windows. Автоматически активировать Windows при подключении к интернету. Да. Вот это нужно нажимать. Нажимайте далее. Или... да, нажимайте далее. Дальше. Часовой пояс. Тоже по желанию. Но желательно поставить то время, которое у вас на данный момент есть. То есть, если у вас сейчас 6 часов вечера, ставите 6 часов вечера. И число ставите. Может, 1 января. Ставите 1 января. И нажимайте далее. После завершения... После происходит завершение параметра постановки. Просто ждете. И у вас компьютер еще, по-моему, раз перезагрузится. И все. Можно уже, собственно говоря, пользоваться. Пользоваться Windows. Так. И на этом все. У вас будет разрешение экрана. 800 на 600. Не удивляйтесь этому. В следующем видеоуроке я покажу вам, как это исправить. И как установить все важные программы, которые помогут вам уже освоиться в новой системе. И которые помогут вам загрузить последние драйвера. И так далее. Все прочее. То, что необходимо для новой чистой винды. Так сказать. Так что все. В этом видеоуроке я показывал вам, как перейти на 32-битную операционную систему Windows 7. На 64-битную систему Windows 7 от Romeo. 2009 года. Сборка. Следующий его видеоурок выйдет через неделю. Я вам покажу, как уже архивировать, активировать Windows. Если, разумеется, найду этот активатор отдельно на сайтах. И как уже... А, позже еще в видеоуроке в следующем. Или я в один видеоурок все это объединю. Я не знаю, ребята. Либо я объединю все это в один видеоурок. Как активировать Windows. И что нужно скачать для его нормальной работоспособности Windows 7. Может быть в два видеоурока объединю. Я не знаю, в общем, как поют у меня планы. Так что на следующей неделе все уже будет видно. Ну, на этом все. Надеюсь, я кому-то помог перейти. Если я кому-то помог, то ставьте, разумеется, лайки. Подписывайтесь на канал. Значит, ссылка на Daemon Tools Lite для того, чтобы извлечь установщик будет в описании под видео. Ссылка на саму Windows 7 от Romeo 64x 64-битную систему тоже будет в описании под этим видео. Комментируйте, как вам понравилось, не понравился видеоурок. Помог ли я вам или не помог. Если не помог, то пишите вашу проблему, что у вас не получается. Я обязательно вам помогу. Что ж, с вами был Кирилл Ижевский. Ешьте кашу по утрам. Слушайтесь маму. Ведите себя хорошо. Не получайте плохих оценок. И всем пока.